Доброго времени суток, дамы и господа! 6 утра, 9 мая, самое время поговорить о старте сезона, об одевании во втором сезоне дополнения Dragonflight. Второй сезон стартует 10 мая. Что нас ждет? Нас ждет новая ротация мифик плюсов, нас ждет новый рейд, новые различные интересные украшения, измененные крафты, измененная система апгрейдов и куча-куча всего интересного. В целом у многих людей уже возникает вопрос, а как же одеваться во втором сезоне? А за что взяться, с каких ключей начинать? Давайте покажу вам таблицу, которую сделал еще в конце марта, отредактировал немножко в середине апреля. И я думаю, основываясь на нее, в целом вы сами прекрасно себе ответите на вопрос, с чего начинать, как одеваться. Ну и сам, конечно, буду попутно объясняя всю эту таблицу, рассказывать, что с чем связано, как вообще идет новая система улучшений и все в этом плане. Переходим к таблице. Вот она вся история версий. 20 марта она была создана. Это табличка. А как ее убрать, историю? А, по. Теперь оно цветное, теперь оно как-то все реально выглядит поинтереснее. Что у нас получается? Давайте разберемся изначально с измененными апгрейдами вещей. Ранее, когда мы лутали какие-либо вещицы с мифик плюсов, мы их улучшали за доблесть. И таким образом мы могли там дропнуть какую-нибудь вещицу вообще со второго ключа и пропать до нормального такого item-левела. Со второго ключа мы лутали 376 вещи, насколько я правильно помню. И пропать можно было аж до 415. Теперь это ничего не получится абсолютно. Если мы условно входили во второй ключик, дропнули 402 вещицу, то максимум мы ее можем пропать до 424. Все, 8 апгрейдов, которые потребуют в себя 4 гребня дракончика и 4 гребня дракона, дальнейший рост вещи не реализован. То есть ее 424 item-левел это будет максимум. Поэтому для хорошего одевания мы должны дропать вещица 428 item-левела, чтобы иметь возможность максимально ее улучшить в 441. Как-то так. Как уже было сказано ранее, система очков доблести удалена. На смену очкам доблести пришли гребни. Их 4 вида. Гребень дракончика, гребень дракона, гребень змея и также гребень аспекта. Поговорим о них. Гребень дракончика самый дефолтный, самый слабый реагент в этом плане. И он, я не думаю, что кого-то заинтересует. Но все же, он дропается с различных локалок, рарников, сокровищ. То есть максимум мы там проапгрейдим шмот до 411. Кому-то, быть может, это реально полезно будет. Дальше гребень дракона. Реагент уже посерьезнее, конечно, падает с мифик плюсов посерьезнее. И там с локалок он не особо падает. То есть какие-то у него все-таки способы добычи поменьше. Поэтому и апгрейды немножко посерьезнее. Таким образом мы с помощью гребней дракона можем вещицу сделать 424. Круто. Ну да, неплохо, но в реалиях второго сезона это уже ниже среднего. Да, это вообще маленький, это млевел по факту. Идем дальше. Гребни змея. Реагент посерьезнее. Аналог шарикам первоначальным, которые мы дропали в первом сезоне. Аналог изначальному настою. Если мы сравним зачарованный гребень змей с пламени тьмы, дропается с 11-15 ключиков. Там ограничения существуют. Мы можем получить только 10, как я правильно понял, гребней змея. И таким образом нужно апгрейды свои обдумать. Что мы будем апать? Нужно ли нам это апать? И все такое. Трижды подумайте перед тем, как апгрейдить какую-то вещицу. И стоит ли ее апгрейдить. Потому что добыв вещицу 415 или 424 item level, ее максимальный item level будет 437. А нам все-таки хочется стремиться к максимальному. А максимальный апгрейд требует гребень аспекта. Да, гребень аспекта это уже более серьезный реагент. И нам нужно проходить более серьезные мифик плюсы с целью его получения. Но что это и все о плюсах и о плюсах? Гребни змея, гребни аспекта также дропаются с рейдов. Гребень змея — героя крейд. Гребень аспекта — мифик рейд. Их иная реализация — это зачарованные гребни. Зачарованный гребень змея из пламени тьмы и зачарованный гребень аспекта из пламени тьмы. Смысл делать зачарованный гребень змея? Я не вижу в этом кого-либо смысла. Поэтому мы просто делаем вот так. Почему? Объясню. Для того, чтобы создать зачарованный гребень, мы тратим дракотист, который на аукционе стоит где-то 20 тысяч. Для создания зачарованного гребня змея нам потребуется один дракотист. А смысл нам крафтить 437-ю вещицу, если нам все равно ее делать 447-ю? И на зачарованный гребень аспекта нам нужно потратить 2 дракотиста. Зачем суммарно тратить 60 тысяч, если мы можем потратить 40 тысяч? С целью создания этого зачарованного гребня аспекта. Ну, там, конечно, другие еще реагенты нужны, но я учитываю только конкретно дракотист. Один столбик удален, и это даже хорошо. Теперь можно нормально взглянуть на лут с системой Mythic+. Такой лут получается. Мы обязаны крыть двадцаточки, чтобы вылутать 447-ю добычу. Помним о том, что закрывая Mythic+, полосу, мы имеем шанс на получение сета. Сет очень важен в первые кд. Катализатор откроется только в середине июня, и нам нужно лутать сетовые кусочки. Да, конечно, сделав ачивочку на 2 карио, либо 1800 рейтингов PvP в любом брекете, либо фулл героек, мы получаем субстанцию, которую можем выменять на один сетовый кусок. Но нам же нужно 4, а откуда еще 3 добыть? Рейд? Получите ли вы оттуда кусок? Вопрос хороший. А викли лут? Ну, это хоть какой-то шанс. Также, внимательно, я думаю, люди заметили, что максимальный крафт с помощью зачарованного гребня аспекта это 447-й этом левел. И викли лут тоже 447-й этом левел. То есть в первом сезоне была разница 3-гитм левела. Сейчас этой разницы не имеется. Поэтому в будущем мы будем видеть такую картину, то что люди фулл выкрафтят себе шмот на каком-то твинке и в целом будут себя неплохо чувствовать. Но не стоит забывать о том, что в рейде у нас имеются различные тринкеты, плащи крутые. В общем, рейд на самом деле богат на редкий и полезный лут. Нужно молиться, чтобы весь этот лут выпал именно вам. С викли лута или же рел вам это отдаст когда-нибудь. В целом, план одевания довольно-таки прост. Если подводить итоги. Мы дропаем 428-е вещицы с мифик плюсов. Для этого мы должны проходить хотя бы 17-е или 18-е ключики. Далее улучшаем эти вещицы до максимального итем левела. Тратим зачарованные гребни аспекта, улучшая вещицы. Но стоит помнить о том, что искру пламени тьмы мы получаем одну штучку за 2 недели. Поэтому в целом нам не нужно много зачарованных гребней аспекта. в этом сезоне. 4-5 штук и в целом пойдет. Далее вы уже оденетесь с викли лута. И крафты вам не особо будут нужны. Уверен, у вас остались какие-то вопросы. Я жду их в комментариях. Можете абсолютно все вопросы написать. Постараюсь абсолютно все ответить. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги и мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.